Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте! Смотрите сегодня! Burnout Paradise! The Ultimate Box! Наконец-то владельцы PC смогут понять, почему от слова Burnout владельцы консоли начинают истекать слюной. X-Blades! Выверенная до мелочей современная аркада, в которой используются все технологии последнего поколения. Saints Row 2! Идиотизм в большом городе! Вместо копошащегося муравейника GTA IV цистерна фекалий и возможность оскверлить все моральные принципы. Hero 2 Project Origin! Не даст он расслабиться ни на секунду и, как любой ужастик, с головой заставит окрунуться в его леденящая кровь пространства. Связка Electronic Arts и автогонки ассоциируется главным образом с неподопляемым сериалом Need for Speed. Однако, как показывает практика, это далеко не так. Burnout Paradise! Дебютная PC-версия легендарных консольных автогонок лучшее тому подтверждение. Burnout! Это фетиш, икона! При его упоминании, обладатели консолей поднимают вверх указательный палец, закатывают глаза и начинают поносить последними словами серию Need for Speed. Если присмотреться, Burnout и не гонка вовсе. Кто протаранит больше машин соперников, разобьет больше единиц трафика, уничтожит больше заграждений и рекламных счетов, тот и молодец! Вот такую задачу ставит перед игроком Burnout Paradise. Все основные режимы игры предназначены как раз для того, чтобы нанести как можно больше ущерба окружающему миру. Системные требования к Burnout Paradise следующие. Процессор на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 512 ГБ видеопамяти, а также 3 ГБ на винчесте. Burnout Paradise отличается от предшественников не только технологии деформации кузова, но и самой концепции геймплея. Если в предыдущих частях предлагалось чинить разрушение исключительно на замкнутых трассах, то здесь разработчики выстроили для этих же целей настоящий город. На каждом перекрестке вас ждет испытание. Разработчики даже отошли от такого понятия, как трасса. Вы вольны добираться до финиша, который является стороной света какими угодно путями и вне зависимости от типа состязания, будь то гонка или побег от преследователей. Самый веселый режим — это охота, где основная цель — разместив площадь как можно больше машин соперников. Наша оценка геймплея — 5 баллов. В Burnout Paradise, построенном на движке нового поколения, все деформации кузова и столкновения просчитываются в реальном времени, отчего разрушения делаются пугающе правдоподобными. Для особо внимательных игроков в момент аварии предусмотрена еще одна любопытная опция. Вы можете задавать направление разбитой машине, чтобы последняя нанесла еще больше урона проезжающим мимо. Когда скачущий сбоку-набы кусок дымящегося металла прихватывает собой ни в чем не повинной машины, оказавшиеся в зоне досягаемости, Burnout начинает генерировать какое-то сверхконцентрированное счастье. Наша оценка графического оформления — 5 баллов. Burnout с появлением Paradise обзавелся собственной радиостанцией Crash FM, на волнах которой вещает диджей Атомика, дает бесполезные советы и иногда замолкает, чтобы дать нам насладиться рок-балладами в исполнении Guns'n'Roses, Soundgarden, Twisted Sister и Depeche Mode. Наша оценка звукового сопровождения — 5 баллов. Наконец-то владельцы PC смогут понять, почему от слова Burnout владельцы консолей начинают истекать слюной. Несмотря на множество нововведений, Burnout Paradise по-прежнему идеально подходит для того, чтобы запустить его однажды вечером, получить в свою пару часов разрушительного удовольствия и повторять так весь следующий месяц. Только ни в коем случае не делайте это перед сном. Эффект будет как о двух чашек кофе. Проверено! Наша общая оценка Burnout Paradise — 5 баллов. Burnout Paradise — по сути компиляция всех удачных идей в жанре автогонок, которые мы видели за прошедшие несколько лет. Здесь и высокотехнологичная графика, и гигантский город, и открытый мультиплеер. Добавьте к этому обширный автопарк — получите автоаркаду нового поколения. А теперь наши ответы на ваши вопросы по игре Burnout Paradise. Первый вопрос. Я заморочился на мотогонках, но никак не могу выполнить задание, где за определенное время нужно объехать весь город. Помогите мне. Помогаем. Не гнушайтесь срезать и искать объездные пути. К примеру, пересечь весь город с северо-запада на северо-восток можно меньше, чем за минуту, если вы найдете выезд на заброшенную железную дорогу. Следующий вопрос. Я вроде открыл все доступные машины, но на свалке все равно остались зарезервированные места. Где найти оставшиеся? Отвечаем. Ищите маркер в виде звездочки. После выполнения такого задания вам дадут новую тачку этой же модели. Следующий вопрос. На поздних этапах режима охота мне никак не удается выжить и разбить нужное количество машин. Что делать? Отвечаем. В начале игры для охоты подходит любой автомобиль, даже хлипкий спорткар. Однако, когда продержаться нужно 5 минут и разлить при этом 10 машин, а то и больше, вам поможет только авто класса Агрессор. Они Блейд завоевывает Европу! Проект теперь известен как X-Blades. В главной роли все та же сексапильная красотка с навыками стрельбы по-македонски. На этот раз судьба занесла ее в заброшенный храм древних богов. Давным-давно вселенной правили два сверхмогущественных божества, перед которыми преклонялись все разумные расы. С начала времен они конфликтовали. Их войны сотрясали всю вселенную. Но в конце концов тому, кто воплощал добро, удалось загнать силу темного в некий артефакт. Но так как и светлая и темная энергия неразделимы и имеют один источник, светлый также оказался заключенным в артефакте. По иронии судьбы, светлый артефакт охраняет теперь аватар темного, и соответственно темный артефакт находится под неусыпным надзором аватара светлого. Игра начинается с того, как главная героиня Айюми находит карту, которая указывает на расположение затерянного храма, хранилище древних артефактов. Системные требования к игре следующие. Процессор на частоте 3 ГГц, 1 ГБ оперативки, 256 ГБ видеопамяти и 3 ГБ на жестком диске. X-Blade позиционируется как динамичная Hack & Splash аркада в анимастиле. Игрок вырубается сквозь орды монстров, крушая их с помощью холодного и огнестрельного оружия. Небрежку при этом применять магию. Не остается в стороне RPG составляющая. Полученные очки опыта можно расходовать на получение новых скиллов и заклинаний. А мимо обычных монстряков в игре встречаются так называемые генераторы. Могущественные существа, способные призывать к себе на помощь меньших собраний. И конечно же игра изобилует боссами, которые ждут вас в конце каждого уровня. Наша оценка геймплея 5 баллов. Визуальная игра вызывает исключительный восторг. Даже те, кто прохладно относится к жанру аниме в целом, уже через несколько минут игры будут очарованы формами главной героини. Механика ее движения безупречна, а свободная камера позволяет выбрать любой угол обзора. Проработанная до мелочей архитектура уровней, спецэффекты всех форм и размеров и высокополигональные модели монстров лишь добавляют эндорофинов в кровь. Наша церковь графического оформления 5 баллов. Что касается музыкальной шкатулки, то она придется по вкусу в первую очередь любителям тяжелого рока. И чтобы получить представление об аудио ряде игры, предлагаем вам послушать небольшой фрагмент. Наша оценка звуковой составляющей 5 баллов. Икс Блейдс выверенная до мелочей современная аркада, в которой используются все технологии последнего поколения. Начиная от HDR и заканчивая системой обработки осколочных объектов. Отсутствие какой-либо оригинальности сюжетной линии компенсируется запоминающимся образом главной героини, которая вполне способна стать секс-символом подрастающего поколения. Наша общая оценка Икс Блейдс твердая 5 баллов. Икс Блейдс Типичный представитель жанра зубодробительных экшенов. Игра на 100% выполняет поставленную перед ней задачу. Погружает игрока в свой мир именно действием, а не эпическим повествованием. Однако загадки в игре встречаются нередко. И как решить некоторые из них, вы узнаете, посмотрев наши ответы на ваши вопросы по игре Икс Блейдс. Первый вопрос. Какие заклинания лучше всего забиндить на быстрые кнопки? Отвечаем. На начальных этапах игры без разницы, какие вам больше нравятся. Но чем дальше вы будете продвигаться в прохождении игры, тем критичнее становится этот вопрос. Лучше всего под рукой держать заклинания, наносящие урон по области, к примеру, землетрясения, и по одному заклинанию из каждой школы магии, огонь и вода. Следующий вопрос. Я бьюсь с монстрами в ограниченном пространстве, а они все, не кончаются. Как мне оттуда выбраться? Отвечаем. Присмотритесь внимательнее. Наверняка где-нибудь в углу комнаты затаился генератор, который изрыгает из себя мелких бесов. Пока вы его не убьете, вас отсюда не выпустят. Следующий вопрос. Когда я бьюсь с боссом, вокруг скачет еще целая толпа монстров. Нужно ли мне с ними расправляться? Отвечаем. С одной стороны, ваше внимание в первую очередь должно быть направлено на убийство главаря. Однако с другой, из мелких негодяев валятся всевозможные пау-раппы и экспа, которые поможут вам схватку. Saints Row 2. Из массы GTA-клонов первая часть выделялась главным образом за счет своей детской непосредственности. Но что сможет предложить сиквел Saints Row в нынешних условиях? На прилавках уже давно появились основные конкуренты. Упоминать о релизе хедлайера вообще не имеет смысла. Если первый Saints Row был эдаким степеном GTA-клоном, прилежно копировавшим все идеи оригинала, то к сиквелу разработчики переосмыслили концепцию и застрили внимание на собственных накутках. Получилась анархическая авторакада в открытом мире, как если бы крутого Сэма посадили в одну машину с чуваком из Postal и отправили кататься по городу. Изящно обосновав генерацию персонажа пластической операции, разработчики Wallition ввели в игру редактор внешности. Кроме того, также подаются настройки и тонкий внутренний мир вашего героя. Создав уникального персонажа, вы выпускаете его в жизнь. Игра поступила в продажу 6 января 2009 года. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц, 2 ГБ атеративной памяти и 256 ГБ видео, а также 15 ГБ на жестком диске. Геймплей игрока подводят классическим способом. Чтобы получить доступ к сюжетной миссии, обязательно нужно проходить дополнительные задания и зарабатывать респект. Эти задания — одна из самых оригинальных особенностей игры. Разработчики мягко подталкивают геймеров к самой сути, беспределу. Любая миссия, сторонняя или сюжетная, обязательно подразумевает что-то глупое и гиперболизированное. Общая целостность и правдоподобность игрового мира удовлетворительные. Перестрелки остались на примитивном уровне, зато отличными вышли драки. Сколько бы ни перечисляли положительных моментов игры, наша оценка геймплея — всего 3 балла. Все движения и жесты персонажей превосходно анимированы и озвучены. Модели выдерживают самые сумасшедшие комбинации свойств и всегда выглядят естественно. К сожалению, своей детализацией город не дотягивает до уровня GTA IV. Качество исполнения почти изменилось со времен первой части, зато отличными получились вода и небо. Также приятные впечатления оставляют взрывы машин и спецэффекты в общем. А для постановки сцен в роликах явно был приглашен толковый режиссер. Наша оценка графического оформления — уверенные 4 балла. Звуковое испровождение в игре вполне добротное, в чем вы сами сможете убедиться, просмотрев небольшой фрагмент из игры. А наша оценка — 4 балла. Все в этой игре хорошо. Интересных задумок много и реализация не подкачала. Но каждое мгновение, приведенное за игрой, заставляет мозг напрягаться и сравнивать Saints Row 2 с другими похожими играми. Постоянно находится какая-нибудь мелочь, которую мы уже видели в других проектах. Только из-за этого наша общая оценка игры — скромные 3 балла. Разработчики явно способны на большее. Язык не поворачивается назвать Saints Row 2 еще одним клоном GTA. Это яркая, изобретательная и разнообразная игра, которая недостает всего, всего того, что от нее ждут. И мы считаем, что просто обязаны помочь с прохождением игры тем из вас, кто столкнулся с трудностями простого американского парня. Первый вопрос. А подскажите, пожалуйста, как включить карту? Отвечаем. Ничего сложного в этом нет. Но нам прислали несколько таких вопросов. Карта включается клавишей TAB, как и во многих других играх. Следующий вопрос. С какого момента я смогу тенинговать свои машины? Отвечаем. Это можно сделать с самого начала игры. Нужно найти на карте специальное здание с символом гаечного ключа. И все. Следующий вопрос. Я прошел игру примерно на 20%. Теперь у меня открылась возможность прокачки вражеских тачек. Как это сделать? В игре говорится, что сделать это можно в убежище святых. Но у меня ничего не получается. Отвечаем. И снова все просто. Нужно выбрать машину враждующей группировки и поехать на ней в мастерскую по Химингу. Там тебе ее превратят в настоящую конфетку. Следующий вопрос. Подскажите, где найти пристань, на которой находятся пиратские рестораны? У меня задание разобраться там с одним парнем. Как мне его найти? Отвечаем. Тебе нужно направиться в северную часть города, в район Марина. Нужный тебе корабль пришвартован в северо-западной части района. Оставим бандитов с их разборками и перейдем к более серьезным проектам. На повестке дня Fear 2. Сиквел известен под названием Project Origin. Посмотрим, удалось ли разработчикам сдержать обещания по части улучшенной графики и динамичности игрового процесса. Студия Monolith, создатель оригинальной игры, четыре года назад из-за юридических разногласий с издателем потеряла права на использование названия Fear. Эта ситуация привела к тому, что аддоны к игре разрабатывались малоизвестные студии TimeGate. Качество подобных поделок на тему оставляло желать лучшего. И казалось, что Fear уже никогда не вернет в себе былую армию поклонников. Но, к счастью для нас, справедливость восторжествовала. И за разработку второй части взялись отцы-основатели страха из Monolith. Главный герой на этот раз новый. Он обычный служащий городского спецназа, которому хирургическим способом имплантируют сверхъестественные возможности альмовых сыновей. А именно, воспаленную реакцию и крепкое здоровье. Сами разработчики формулируют центральную тему игры следующим образом. В результате разрушительного взрыва, прозвучавшего в финальной части, город опустошен. Альма вырвалась на свободу. Более того, она получила возможность использовать всю свою силу в полной мере. Эта сила представляет огромную опасность. Альму нужно остановить. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,8 ГГц. 1 ГБ оперативный и 256 ГБ видеопамяти. На жестком диске Fear 2 займет 12 ГБ. С точки зрения геймплея Project Origin остается все тем же Fear. Главное отличие от оригинала — интерактивное окружение. Отказавшись от полноценной разрушаемости, разработчики научили нас, а главное врагу, взаимодействовать с декорациями. У припаркованных на улицах машин можно открывать двери и использовать их в качестве укрытия. Своими руками разрешается валить на пол автоматно с газировкой, столы и прочие декоративные элементы. Жаль только, что фирменной физики из оригинала больше нет. Четверка за геймплей. Внешность игры по-настоящему уникальна, что в наше время большая редкость. Картинка смазывается при поворотах. Во время прыжков мы видим руки и ноги главного героя. А призраки и прочие дьявольские отродья пугают своей натуральностью. Пятерка за внешний вид. Звук в ужастиках, как известно, главная составляющая успеха. Fierro 2 в этом смысле настоящий шедевр. Уже с первых минут игры вы начнете ловить себя на мысли, что вслушиваете из окружающего пространства. Пытаясь угадать, с какой стороны ждать следующей атаки. Чтобы хоть чуть-чуть подготовить свои нервы к очередному нашествию призраков из преисподней. 5 баллов за звук. 5 баллов за звук. Студия Монолит в очередной раз продемонстрировала свой уникальный талант делать по-настоящему захватывающие экшены. Fierro 2 не даст вам расслабиться ни на секунду. И как любой ужастик, с головой заставит окунуться в его леденящая кровь пространство. Пятерку получает сегодня шутер от первого лица Fierro 2 Project Origin. Project Origin определенно удался. Fierro 2 может и утратил юношеское очарование оригинала, но зато избавился от прыщей. Сюжет теперь разворачивается куда более динамично, а уровни не сливаются в один бесконечный коридор. Выбраться из кошмара второго Fierro вам помогут наши ответы на ваши вопросы по прохождению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под компьютерный класс. Из него вы выберетесь через окно и окажетесь перед дверью. Вопрос. Я прыгаю в какую-то расщелину, а на меня сверху обрушивается здоровенный автобус. Что делать? Отвечаем. Как только окажетесь внизу, со всех ног бегите направо к заваленной лестнице. Если не останавливаться, то вы спасетесь от автобуса. Вопрос. Я вылез из метро, и меня убивают на открытом пространстве в городе. Как отбиться от врагов? Отвечаем. В таких условиях не обойтись без снайперской винтовки. Она лежит посередине улицы. Чтобы добраться до нее, используйте слоу-моушен. Но не стоит забывать и об автоматическом оружии. Репликанты могут совершенно неожиданно оказаться рядом с вами. На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. Не забывайте заходить в форум на сайте musdefistv.ru. Там можно обсудить ваши любимые игры с другими геймерами. И присылайте мне свои вопросы на адрес faq-musdefistv.ru. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого!